Андрей Митрофанович Ринников, довольно известный в дореволюционной России писатель, замалчиваемый русскими либералами, в начале 1920-х уехал из России в Сербию, затем в Париж. О чем он потом жалел? Лучше бы из Сербии не уезжал. Ниже приводятся отрывки из книги Ринникова в жанре филитона о русских беженцах. Все свое ношу с собой, отрывом. Вот и война может быть. Все притаились. Кто у кого стянет мебель, корову и паровоз? Я или он? Всем страшно, прежде всего, за разбитые стекла, за горшки, за матрас, двуспальной кровати. А мы философски смотрим на Европу поверх квартир и сорных ящиков и ищем ответа только на один вопрос. Если будет война, кто победит, наконец, дух или материя? Люди или их угнетатели – вещи? Человек или его враг – грязный сапог? Газета «Новое время». Белград. 19 января 1923 года. Беженец переезжает в Париж. Отрывок. Вы русские? Да. Это с нами после букса начинает беседу какой-то жизнерадостный швейцарец, едущий в Цюрих. Лицо круглое, розовое, налитое. Наверное, или купец, или мелкий политический деятель. Ну что же, когда у вас большевизм кончится? Трудно сказать, месье. Удивляюсь. Такая громадная страна и терпит насилие со стороны какой-то кучки каналей. Этот аргумент самый веский в устах иностранцев. На всякое другое замечание легко ответить с достоинством. Но действительно, почему такая большая страна терпит насилие со стороны такой небольшой кучки каналей? Я сам, честно, недоумеваю. Конечно, террор, сыск, шпионаж. Да. Но террор против армии – это как-то неубедительно. Бедненькие, несчастненькие солдатики. Политкомы их обижают. Власть оскорбляют. А они беззащитные терпят и терпят. Вы не знаете, что такое коммунистическая организация МСЕ, защищая достоинства чересчур терпеливого народа, говорю на конец я. Эта компания умеет пользоваться всеми средствами для сохранения власти. Да-да, отлично знаю. Но все-таки этих людей не так уж много в России. Зато они в центрах МСЕ и весь аппарат в их руках. А население, сами знаете, разбросано, неорганизовано, безоружно. Ну, так что ж, что разбросано. Вот здесь, в нашей Швейцарии, горы тоже разъединяют население, верно? А между тем Вильгельм Тель у нас был. Он встает, вздыхает, снимает с полки чемодан, поезд подходит к Чюриху. Вы, наверное, не знаете, с кем разговаривали, МСЕ, после ухода добродушного пассажира, говорит мне с улыбкой, молчаливо сидевший до сих пор в углу молодой швейцарец. Да, не знаю, конечно. Это цюрихский домовладелец Штейнберг, по национальности еврей. Что вы сказали? Еврей. Журнал «Возрождение», Париж, 4 февраля 1926 года. Наконец, мы в Париже. Нырнули с Гарде-эл-Эст, в океан человеческих тел, зацепились за случайный утес какого-то серого отеля, под которым непрестанно шумит прибой автомобильной волны. И исчезли для родных и знакомых. Растворились. Кто нам нужен в этом мировом центре? И кому мы нужны? До сих пор мне не ясно. Но раз другие бегут, озираются, вскакивают на лету в автобусы, проваливаются под землю в метро, и считают все это величайшей мудростью и достижением жизни, значит так надо. И будем и мы достигать. Конечно, за 10 лет скитаний по югу России и тихо-балканского существования в эмиграции я отвык от шума и грохота больших городов. Научился переходить улицу, не отрываясь от дум, которые овладевают на тротуаре. Иногда даже останавливался посреди мостовой, когда внезапно приходила в голову любопытная идея. Доставая из кармана блокнот, записывал афоризм или сентенцию. Еще лет 5-8 такой мудрой и тихой жизни, что знает, быть может, вышел бы из меня новый Кант, тоже не покидавший никогда Кёнигсберга. Но теперь в Париже, вижу ясно, все кончено для моей философской карьеры. Вот сижу я уныло в своем номере, смотрю в окно на бензинную вакханалию улицы и думаю, где же русскому беженцу жить хорошо. Иногда кажется, что небольшие города наиболее благоприятны для нас. Действительно, все живут рядом, бок о бок, каждый день могут встречаться. По вечерам всегда есть какое-нибудь развлечение. Или инженер Михайловский делает доклад о своей собственной теории мироздания. Или Анна Константиновна декламирует белое покрывало у Тютюрниковых на именинах. Или какой-нибудь бравый генерал читает лекцию на тему «Россия через сто лет и позже». Таким образом, в маленьких городках связь между русскими никогда не порывается, а наоборот быстро крепнет. Иногда даже достигает такой крепости, что начинает напоминать цепи скованных друг с другом преступников. Нет нужды добавлять, что параллельно с полемическими докладами, лекциями и мелодекламацией в небольших городах всегда очень частые разводы, дележ детей между расходящимися родителями и резкие беседы на улице. «Пожалуйста, передайте Петру Ивановичу, если я снова буду губернатором в России, пусть и не думает показывать носу в мою губернию». Итак, где лучше нам – неизвестно. Во всяком случае, приехав в Париж, я мрачен, угрюм. Конечно, высота культуры здесь чудовищна. Не спорю, вроде моего шестого этажа. В умывальнике, например, есть кран, на котором написано «Шо» – горячий. Правда, из него течет такая же точно вода, как из крана «Фруа» – холодный. Но где встретишь на Балканах подобный комфорт? И отопление центральное – не то, что ужасные сербские железные фуруны. Накинув пальто, подхожу к свернувшемуся у стены металлическому удаву, пробую рукой, теплый. Безусловно, для нагревания, не для охлаждения комнаты. Только как его разогреть? В Петербурге у меня в годы войны для этой цели была спиртовая печь. Но в отеле здесь спиртовку зажигать воспрещается. Очевидно, беженцам только там хорошо, где их нет. Нет. Глупо, глупо сделал, что уехал из Сербии. Милая моя квартирка с дверью, облепленной снегом, где ты? Печка железная, как любил я подкладывать в тебя сухие дрова. Ведра мои! В вас сбежала такая чудесная прозрачная вода. Кипятил бы я эту воду на плите, пил чаю, сколько хотел. Веник мой, пушистый, длинный, чья рука теперь лазит с тобой по углам комнаты, под столами и стулями. Ты будешь сегодня писать? Куныло спрашивает, кутаясь в шубу. Иван Александрович. Нет. Отчего? Устал. Переходил два раза поперек бульвара Осма. Журнал «Возрождение. Париж. 8 февраля 1926 года». Драгоценное свойство. Отрывки. Один приятный молодой человек, усердно занимающийся в последнее время партийной деятельностью, как-то при мне жаловался на днях в одном почтенном политическом собрании. Понимаете, это совершенно несознательный элемент в эмиграции. Галли-полиция. В самом деле, а что? Да вот, представьте, попал вчера я в их компанию. Много говорил о том, о сём. Перешёл, наконец, к животрепещущей проблеме. Какая политическая концепция была бы наиболее правильной в создавшейся ситуации? А они сидят, курят, слушают и молчат. «Ну что же, господа?» – спрашиваю, наконец-то, не вытрекав. «Ясно вам это теперь с точки зрения логической, психологической и социальной или неясно?» «Неясно», – отвечают хором. «Почему же неясно?» «Не было приказа главнокомандующего». Долго после этого при мне охая стена беседовали о галлиполийской несознательности молодой политик и старый. Молодой пространно говорил что-то о базисе. Старый главным образом налегал на тезис. А я сидел в сторонке и думал, слава богу, значит, есть ещё в эмиграции люди, которые повинуются приказам и вместо собственных решений ожидают распоряжений. Ведь в самом деле, если бы не галлиполийцы, кто бы у нас повиновался? «Все эмигранты, как известно, только распоряжаются». Спросите случайного беженца из штатских, чей авторитет он главным образом признаёт? «Конечно, свой». Если вы поговорите с ним по душе, он даже сознается, что у него есть своё собственное маленькое общество, в котором он состоит председателем. Члены этого общества, правда, немного обижены, что председатель именно он, а не они. Но в виде компенсации каждый из этих членов обязательно имеет собственный кружок, в котором тоже председательствует, которым тоже руководит. «Таким образом, в сущности, все беженцы в настоящее время – председатели». В Париже, например, я не председателей до сих пор не встречал. Говорят, в прошлом году было здесь два таких, не попавших ни в какие правления. Но подобное ненормальное состояние продолжалось недолго. Один впал в отчаяние, разочаровался в эмиграции и уехал в СССР. А другой неожиданно бежал в Уругвай. Кто-то при нём обмолвил со словом, будто в Уругвае председательствовать некому. Галлиполийцев я люблю и уважаю именно за это редкое качество. Ведь нечего скрывать, без начальства не только военный, даже штатский русский человек, и тот теряет значение. Качается, как былинга в чистом поле, никнет к земле. Сколько беженцев, я знаю, разумных, крепких, даже величественных в те времена, когда было кому повиноваться. И вот пришло освобождение. Сами стали себе председателями. И растерянность в глазах, и грусть, и тоска. Журнал «Возрождение». Рубрика «Маленький филетон». Париж, 13 мая 1926 года. Номер 345, страница 5. Это были отрывки из книги «Потому и сидим». Филетоны и очерки. Автор Андрей Митрофанович Ремников. Русский писатель, журналист и драматург, редактор, педагог. Родился в 1882 году в Кутаисе, Российская империя. Умер в 1957 году, в 74 года, в Ницце, Франция. Одним из немногих он сумел с уникальным чувством юмора и доброжелательностью отразить быт беженцев из России вынужденное погружение в иностранную стихию. Ностальгию. В Белграде были изданы книги Андрея Редникова «Фантастический роман «Диктатор мира» в 1925-м. А также первые два романа-трилогии о жизни русских эмигрантов, объединенные общими персонажами «Души живые» в 1925 году и «За тридевять земель», изданном в 1926-м. И ссылка на источник. На этом все. Всего хорошего. Читайте книги. С ними интереснее жить. Юрий Шатохин, канал Веб-Рассказ, Новосибирск. Все ссылки, как обычно, я дам в описании под этим видео и в комментариях. До свидания.